Всем привет! Уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, Дзен канала, Рутуб канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте начался новый конкурс на вот такой вот прекрасный Дигл. Ссылочка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте. Народа участвует очень мало, шансы выиграть очень большие. Помимо скинов в CS GO, мы разыгрываем еще и ключи на игры, каждый сможет выиграть. Поэтому залетайте, обязательно участвуйте в этом конкурсе. Ссылки, повторюсь, опять же, есть в описании под этим роликом. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик. Лично для себя, на вот такую вот новиночку, имею ввиду новинку для себя, на самом деле напиток этот вышел, ну, как минимум месяца три назад, так точно. В магазине он у нас появился недавно, вот буквально день-два назад. Доехал, так сказать. До этого я его в магазинах вообще не видел, хотя магазин я посещаю абсолютно разный. И брендовый, и не брендовый, и какие-то там подпольные и так далее. И вот этот напиток я заметил только недавно. Фанки Манки Крейзи Вкус Личи и Питахая. Это сильно газированный напиток, не энергетик, от бренда Фанки Манки. Фанки Манки, это у нас, на него на канале есть тоже обзор. Помню его делал обзорчик этот. Это, в общем, российская компания из Санкт-Петербурга, которая производит напитки. Поначалу это было Кока-Кола и Фанта. Опять же, повторюсь, на канале есть обзоры. Давайте вот чисто одну покажу, сейчас даже скажу. 30 ноября 2022 года еще обзорчик был на вот эту вот как раз Кока-Колу от Фанки Манки. Вот этот ролик, превьюшка, название. Если кому интересно, то можете заценить, посмотреть. Собственно, продолжаю. Лимитированная коллекция для тех, кто любит пробовать новое. Открой для себя сумасшедшее сочетание экзотических фруктов. Добавь немного Крейзи в свою жизнь. Объем 0,45 литров. Все это дело вот тут вы сможете найти то, что я только что прочитал. Напиток безалкогольный, сильно газированный. Фанки Манки Крейзи. Вкус личи Питахая. Так, в принципе, не вижу здесь никакого кофеина. Вроде да, таурина. Вроде как, да, нету. Содержание витаминов. Это все круто, классно, прекрасно. Так, ну да, в принципе, больше никакой инфы нет. Очень красивый. Сразу могу сказать, это 100% мне нравится. Камера моя, может быть, веб-камера не все передает ощущение цвета. Но он розовый, розового цвета. Не знаю, как по мне очень красиво выглядит. Почему, собственно, я его купил? Потому что как только я зашел в магазин, сразу в глаза бросилось. Сразу прям. Вот, я даже помню, эспрессо в банке я покупал кофе. На канале есть обзор. Вот буквально дня два-три назад на него был обзор. У меня вроде как, или даже больше. Четыре дня назад, что ли. Уже точно сейчас не помню. Так вот. И вот в том же магазине. Магазине без названия. Если что, покупал в прямом смысле этого слова. Просто там какой-то подпольный магазин. За 85 рублей я покупал. Так вот. Вот этот. 16 июля. Ну, пять дней назад. Ладно, извините. Пять дней назад покупал. Вот. Превьюшка названия. Вот такой, короче, покупал. Кофе в магазине. И там же, где этот кофе и покупал, в том же магазине я, собственно, зашел. Сразу там же, где рядом с этим кофе как раз. Вот появились вот эти новинки сразу. Новинки для этого магазина. И, собственно, купил, зашел, взял и поехали. Так. Давайте обзор, в принципе, делать. Собственно, поехали. В принципе, запах личи и питахай. Ну, личи так точно, потому что я помню энергетик горилла вроде со вкусом. Личи красный, да? Личи и груша. Я плюс-минус помню этот запах и вкус. Личи это вроде фрукт какой-то. Айстия у меня тоже на канале был. Ти Айстия. Но там я точно не помню, потому что там с кокосом перемешку трудно понять. А вот личи плюс груша горилла, да? С таким вкусом. Я точно помню этот вкус и запах. Вкус, как минимум. Я же еще... Запах. Я же еще не пробовал данный напиток. Откуда я могу вкус-то знать сейчас? Блин, нифига вкусно. Нихера, как жвачка получается какая-то. В магазине напиток хранился из штоп в холодильнике. Но когда я пришел домой, на 2 часа закинул в морозилку. Поэтому он холодный такой, освежащий, кайфовый здесь. Блин, очень вкусный напиток-то. Очень похоже на жвачку. Блин, это реально класс. Не знал, что... Скорее всего, вкус жвачки из этого и делают, наверное. Потому что это очень реально похоже на какую-то либо жвачку, либо чупа-чуп вкус. Вот я вам отвечаю. Блин, очень вкусный напиток. Мне нравится. По газированности написано сильно газированный. Плюс-минус соглашусь. Даже дал такую бы среднюю газированность. Ну да, что-то типа того. Среднюю газированность, думаю, пойдет. Потому что сильная газированность. Но там прям вообще нереально пить. Блин, напиток очень вкусный. Что-то необычное, так скажем. Прям реально новый вкус какой-то. Внесли, так сказать, на рынок напитков. Я, конечно, больше по энергетикам двигаюсь. Но в энергетиках такого вкуса нет еще. А вот среди напитков я не знаю точно. Но это очень вкусно. И очень хорошо бы подошлось, если бы такой вкус в энергетиках тоже присутствует. Начал бы. Это прям реально жестко запустило бы. Прям реально красавцы. Респект кидаю. 100% данному напитку. Данному вкусу в целом. Вот так вот. Скажем. Потому что вкус очень-очень сильно решает. И молодцы, что решили сделать с таким вкусом. Но это сочетание прям такое вкусное. Оценка, с моей стороны, однозначно 5 из 5. Мне понравилось. Кстати, питахая. Питахая. Что это такое? А, это драконий фрукт. Драконий фрукт. Это получается горилла. Недавно выходил с таким вкусом. Но, вроде как, не особо мне понравилось. Я точно не помню. А личи, получается, тоже от гориллы было. Вот как раз личи плюс груша. Но все равно, вот этот напиток 100% вкуснее. Сочетание вот этих двух фруктов. Придают напитку очень вкусный. Очень вкусный вкус. Вот так вот. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok